Эта дорога из грязи и бетона на протяжении долгих лет доставляет жителям новостройки неудобства. По планам застройщика она должна была быть временной, но стала постоянной. Так говорят местные жители. Как выяснилось, в дождливую погоду здесь даже застревают машины. Если, грубо говоря, вот такого плана машины, ну высокие, тогда да, проезжаешь. Если пониже, люди, конечно, здесь с лопатами бегают и как-то стараются выйти из этого положения. Невозможно, постоянно кочки, грязь застревает, объехать невозможно. Говорили, что там будет дорога, это временная дорога. Объяснили, что потом будет другая дорога, но пока что дом не достроивается, вот этот крайний. Сказали, не ждите дороги и не будет, пока дом не достроится. А этот дом долгострой, он уже, наверное, никогда не построится. Приходится мучиться. Комплекс из трех домов по планам должен был стать райским местом для жизни рязанцев. Вокруг лесной массив, речка. Сами горожане говорят о том, что им хотелось бы жить именно в этом районе города. Нам нравится, что здесь речка, очень нравится. Единственное, что начинает все застраивать уже и, по-русски сказать, загаживать. Вот это нам не нравится. Мы постоянно убираем, семьями выходим, порядок наводим. И весь город сюда съезжается. Благополучно все это загаживается в выходные и уезжает. Жители очень ценят местную природу, и многие из них не хотят отсюда уезжать, потому что живут здесь с самого детства. Нам нравится, что мы, в принципе, от цивилизации подальше. Вот кто любит такой размеренный образ жизни – это сюда. Мне нравится, что нет дорог. Вообще ужасно. И с транспортом плохо. Как будто мы реально такой колхоз, на который нельзя выделить дополнительный автобус. После 9, даже уже после 18, нам сюда не добраться. Местные жители говорят о том, что пешеходам в этом районе приходится не сладко еще по одной причине. Здесь отсутствует уличное освещение. Как на дороге, так и на тропинке, ведущей к остановке общественного транспорта. Многие родители боятся за своих детей. Зимой темно и опасно ходить утром, потому что автобус школьный в 7 утра. Мне надо и в садик отвезти ребенка, и на работу, и в школу тоже на автобусе отправить. То есть приходится ей одной с фонариком идти, потому что я веду младшего сына в садик. Со школами и детскими садами здесь тоже есть проблемы. Людям их не хватает. Школьникам приходится ездить на Площадь Победы. Там уже загруз полный. Мне кажется, уже было пять первых классов. Пять. Это с первого. А первый А и по первой Д. Загруз полный. Москва нас не слышит. У них по бумагам все прекрасно. Типа мы добираемся. Как мы добираемся, до школы вообще никого не интересует. За автобусы тут грызутся просто люди. А в детский сад, который у нас построили, грубо говоря, на военных домах, там в него не попадешь. Там только военнослужащие. А то, что касаемо, например, наших тоже здесь, населенность здесь у нас достаточно большая, то туда невозможно пробиться. Что же касается конкретно этого недостроенного комплекса, у жителей есть еще много вопросов к застройщику. В частности, их не устраивает детская игровая площадка. Она стоит прямо на асфальте. По словам жильцов, многие малыши регулярно получают здесь травмы, к примеру, соезжая с горки или просто спотыкаясь и падая. Еще одной проблемой является строительный кран, которым застройщик не пользуется, но и не убирает. Кран там стоит, это вообще, это бомба замедленного действия, когда здесь ветер, потому что дом приподнят, ветер, он уходит ходуном. Между тем, рядом с забором, где стоит кран, постоянно бегают дети. Рассказав свои проблемы, жители Михайловского шоссе очень надеются, что на них обратят внимание. И все вопросы постепенно начнут решаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!